Спасибо. 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 Ну, по своему образовательному маршруту. Аналог этого замечательного слайда. Я всегда вспоминаю мой любимый фильм «Золушка», когда маленький принц говорил «Я не волшебник, я только учусь». Поэтому желаю вам до 119 лет сохранить внутреннее состояние принца, который ещё не волшебник, а только учится. Итак, поехали. Значит, наша сегодняшняя встреча будет состоять из трёх блоков. Первый блок «Зачем?», второй. блок что и третий блок как и так в первом блоке мы с вами поговорим о том почему вообще мы рассматриваем тему современного учителя или я бы сказал более корректно просто учителя с большой буквы который всегда одинаков на самом деле и мы сейчас с вами об этом будем говорить итак какие контексты какие вызовы мы испытываем как глобальные так национальные и так далее посмотрите пожалуйста на самом деле не случайно мы говорим что будущее у нас уже наступило несколько таких ярких картинок чтобы вы понимали в каком состоянии мы находимся в восемнадцатом году на воду была спущена боевая подводная лодка про который управляется не супер большим набором кнопочек и рычажков а пультом от xbox это вот пример того что и график тренд который мы видим глобальной и графикация и обеспечение возможности простого управления сложными вещами мы видим в действии второй интересный момент который важно подчеркнуть это переход к экономике знаний посмотрите слева видите крупнейшие компании мировые которые которые капитал которых заключается не в наличии собственных материальных активов а в знании посмотрите компания uber ключевой актив не автомобили не водители а платформа в программной платформы данные клиентов посмотрите facebook ни одного штатного агента ни одного штатного журналиста является империи в области контента поэтому сегодня мы говорим о том что ключевая ценность эта информация это знание получено из этой информации это сила мягких связей следующий важный момент посмотрите что произошло вот где-то порядка семнадцатого года значит крупнейшей компании подписали хартию о том что высшее образование для них больше не указ и началось это с компанией google и так далее а сегодня вот в восемнадцатом году или в девятнадцатом и как наше российское агентство супер job отказался графе образования при размещении вакансий важно никакой университет и какой колледж или какую школу ты закончил а важно что ты есть из себя представляешь и чем ты можешь быть полезен компании и третий важный момент такой предварительный это то что особенно сегодня стало очевидно с переходом на цифру на с учетом пандемии так далее что границы рухнули и ряд образовательных организаций как той самой сказки король ты голый особенно школа если раньше родители думали что школа это некое сокровенное место где происходит некие так сказать чудеса и дети превращаются вот так сказать кто-то считал что в умных людей кто-то в тех кто поступит в университет то сегодня ряд родителей понимает что а школа-то оказывается пустая школа не готова к нормальному равному общению с учениками что оказывается в мире весь контента представлен можно учиться будучи в школе можно учиться самых передовых вузов в том числе которые вы видите сегодня сейчас на экране и здесь мы говорим о том резюмируя эту часть мы говорим о том что на сегодня есть ряд глобальных трендов такие как их много но вот ключевые мы с вами сейчас видим на экране которые порождают глобальные вызовы к в том числе к системе образования которые можно сформулировать как кризис смысла кризис упрощения кризис понимания рост профессии в стиле сделай сам и именно в этом контексте когда мы понимаем что сегодня профессии меняются практически ежеминутно то становится достаточно смешно когда школа заявляет что мы активно работаем в области профориентации невозможно ориентировать к тому чего не существует поэтому это вот один из вызовов которые мы берем во внимание сегодня появляется такой термин как человек достроенный или как алексей львович семенов расширенная личность человек достроены гаджетами вспомните себя когда вы дома забыли телефон уходя на работу какой дискомфорт вы испытываете и один из ключевых моментов на которые мы сегодня обращаем внимание то что каждый имеет возможность изменить мир сегодня доступ к средствам массовой информации доступ к сетям доступ к публикации мнения он открыт поэтому вы наверняка видели картинку в сети когда кто больше всех кричит кто-то считается экспертом вот этот вот кризис экспертности мы можем тоже сегодня наблюдать и все это вместе мы видим еще и так называемый конфликт норм когда разные стейкхолдеры хотят разных хотят разного от выпускника школы и университета посмотрите мир диктует как мы уже с вами видели сейчас свои правила субъекта российской федерации имеют свои повестки и здесь республика татарстан одна и один из таких ярких представителей этого кластера который как регион который имеет собственную повестку который имеет задачи сохранения локальной культуры но и одновременно с этим построение конкурентоспособного образования мы же понимаем что образование в том числе и школа может и должна рассматриваться как драйвер развития региона с другой стороны есть стейкхолдеры школьники их родители даже которые внутри этой категории стейкхолдеров есть разногласия дети хотят уже имеет свой запрос на персонализацию дети хотя готовы изменять мир они у них есть кризиса смыслов и кризис непонимания а родители больше думают об умним и успешности ребенка о псевдо благополучии и задачи поступить в хороший вуз и при этом реальные компании которые особенно которые как базируют берут за свою основу инновационное направление им нужны визионеры креативные люди системным мышлением умеющий самоорганизоваться и так далее так далее и вот в этих условиях ключевая роль отводится школе и здесь еще важно привлечь ваше внимание к следующему моменту смотрите цифра это не модное слово это не хайл это если на нее смотреть серьезно то это один из активных драйверов или акторов изменения рынка труда изменение системы разделения труда который говорит о том что о том что все что может быть алгоритмизировано это что может быть это что работает по шаблонам может быть заменено роботами может быть заменено искусственным интеллектом и тогда лишь две категории остаются вне этого риска это либо те люди которые работают на творческих креативных не алгоритмизируемых задачах например настоящий актер настоящий учитель настоящий врач люди которые заняты в инновационной деятельности либо вне роботизации остаются те кого простите за это выражение заменять роботами экономически нецелесообразно а теперь мы посмотрим поэтому роботизация подлежит примерно там 70 80 процентов по данным исследований а теперь посмотрите в школу типовую школу с фронтальным обучением с предметным обучением с традиционным отступаем 5 клеточек сверху 3 клеточки слева и пишем число классная работа тема урока это все обучение работе по шаблонам работе по алгоритму это означает что если ничего не поменять то школа становится конвейером по производству профессиональных безработных вот теперь как говорят молодежь вот и живите теперь с этим это и есть та самая одна из основных проблематизации которая для нормального современного или просто учителя является краеугольным камнем теперь поговорим несколько слов об инновации почему мы заостряем внимание на этой теме потому что инновационная деятельность которая отличается от любой другой не рядом рядом свойств а именно что скорость создания инновации должна быть выше скорости их копирования второе что продукты инновации должен быть востребован на внешнем рынке делает эту деятельность который подразумевает под собой объединение передовых исследований международного уровня превращение создание инновационного продукта запуска его в серию и развитие технологического предпринимательства вот такой подход к инновационной деятельности делает ее принципиально не алгоритмизируемой и в этом контексте сегодня в россии развивается замечательная программа научно-образовательные центры мирового уровня которые вовлечены передовые вузы и мы в работе на страцессе по этим программам четко видим что школа как предуниверсарий как участник вот такой инновационной образовательной экосистемы вполне занимает свое достойное место в задачах при адаптации школьников к инновационной деятельности на практике мы с вами видим колоссальный или как вы знаете говорят вековой разрыв между образованием и реальной деятельностью вот мы попробовали олицетворить вот так двумя кадрами за моих любимых мультиков соответственно а при эту школу отстает на неприличное количество лет от реальной деятельности и принципиально как ахиллес не может догнать черепаху в данном случае основываясь на том что школа является местом трансляции знаний трансляции информации трансляции норм без интенции на их развитие создания частая отговорка зато мы учим детей мыслить или зато мы развиваем интеллект опрокидывается данными исследования посмотрите на правой таблице вы это видите 65 процентов более 65 процентов школьников 72 процентов студентов и 58 процентов учителей не понимая не могут понять содержание научно-популярного текста на самом деле поэтому все что делается в школе извините нехорошо сказал поэтому в основном школа работает на заучивание на трансляцию какой-то информации и непонятно зачем попытка конкурировать с яндексом и гуглом когда соревноваться нужно в другом и мы об этом сегодня с вами поговорим мы подтвердили мы провели в этом году около уникальную программу в которой участвовал по цифровой трансформации школы в которой участвовал более 18 тысяч директоров и замдиректоров школ из 85 субъектов российской федерации и посмотрите здесь сразу видно интересная зависимость так называемая конверсия из 18 тысяч участников на добровольное приглашение участвовать в сообществе фейсбук закрытой группе где реально делиться своими своими разработками обсуждать содержательные вещи откликнул 6 более 6 тысяч человек то есть 30 процентов от участников программы готова конструктивным коммуникациям опыт этой программы показал что директора и замдиректора школы вот подтверждают тезис почему такое количество детей и учителей не могут читать научно-популярные тексты потому что колоссальная функциональная безграмотность вот вы видите краткие вы результаты нашей программы на лице на слайде даже прочитав пост фейсбуке в котором сказано сделайте вот это вот это и вот это под ним же сразу идут комментарии а что нам делать мы это называем кого вот цифровой сон когда значит неумение и неготовность воспринимать реальную цифровую действительность двойные стандарты когда учителя и директора смотрят на учеников и на родителей сверху вниз и когда сами попадают в позицию ученика начинают занимать позицию как они часто говорят неадекватных родителей когда начинается достаточно агрессивные вопросы высказывания доколе и так далее и так далее и вот здесь самым большим шоком для наших директоров явилось введение так называемого горизонтального коммуникации когда работают директоров оценивали не эксперты а сами их коллеги перед вами сегодняшние утренние я не удержался вставил переписку своей младшей дочки суде учить с ее учителем посмотрите ребенок сдает работу и в ответ вместо того чтобы поддержать какой-то содержательный диалог учитель с какого-то непонятно на каких оснований берет на себя право быть против или за какого-то количество пятерок мало того же эти пятерки никому не нужны ни ученику не учителю так ну вот этот слайд показывает больше чем хочется сказать в этом контексте я вспоминаю слова своего учителя и своего друга анатолий михалычка шпировского который на встречах периодически говорил что настоящий учитель это тот кто учит человечности поэтому этот афоризм подходит для любого периода нашей жизни в том числе и современного учителя поэтому мы с вами резюмируя этот резюмируя этот этот блок говорим что сегодня глобальные и национальные контексты определяют вызовы системе образования они перед ключевые из них переведены вы на слайде образование это общее пространство развития где пространство равных как говорил выгодской пространство равного незнания где главная задача это научиться учиться иметь желание это делать где акцент идет на персонализацию на самоопределение целеполагания продуктивные действия рефлексии где используются горизонтальные форматы где идет переход к образовательным экосистемам и так кратко поговорим об этом перейдем к ответом на постановке вопросом расшифровки вопроса что же делать и здесь вот слова шанова нашли ли одни из лучших подводок к этому разделу обратите внимание на тонкость на тонкость формулировки фраз как учитель я разговариваю с тем кем ты можешь стать это означает что учитель является проектировщиком желаемого вместе с учеником проектировщиком коллективно желаемого будущего и маршрута для движения к нему и здесь первое с чего обычно мы начинаем это модель выпускников а если его сейчас молод всегда говорит так поднимите руку кто хочет что ваши дети были подобны вам а через некоторое время а поднимите руку пожалуйста в зале кто хочет чтобы ваши дети были бесподобными вот мы говорим с вами о без подобных учениках без подобных выпускника без подобных родителей без подобных директорах или руководстве школы в данном случае мы говорим что ключевыми является компетенции практического мышления о проблематизации самоопределения целеполагания рефлексии грамотные навыки работы с будущим при возможность включения в инновационную деятельность модель ученика выпускника будет у каждого своя но вот ключевые вещи я постарался вам показать следующий важный момент на котором мы говорим это те смысловые линии базовые принципы которые используем для построения деятельности современного учителя первое это акцент на субъектности к сожалению подавляющее большинство школ учителей работают в субъект объектной модели в лучшем случае а то и в объект в объектной когда учитель воспринимает ребенка как недочеловека как некий пустой сосуд который надо влить знания это не работает невозможно никому передать знание можно только нагрузить человека информация знание это то что остается в результате рефлексии после совершения человеком определенного действия поэтому сегодня мы говорим о том что есть массовый запрос на персонализацию и с учетом развитых сегодня логистических подходов и цифровых цифровых образовательных технологий мы можем говорить о полноценной персональной образовательной логистики то есть даст возможность доставки нужного контента нужных ресурсов каждому ребенку в тот момент времени когда он сформировал образовательный запрос здесь очень важно понимать тему выбора если вчера еще тема выбора была прерогативой немногих сегодня она является возможностью завтра она становится необходимостью неизбежностью и вопрос кто осуществить этот выбор человек или цифровая платформа и отсюда становится понятно что одна из ключевых задач педагога это формирование навыка осознанного выбора у себя и у ребенка пока он учится в школе чтобы не получилось так что при приходе в будущем ресторан человек задал произнес фразу хочу есть ему принесли коробочку на котором написано еда даже без передачи ему меню для выбора потому что выбор рискует быть сделан цифры и в этом контексте мы говорим о ключевом переходе от ключевой смене парадигмы с учебного симулякра когда в школе у нас учебные задачи задачи про непонятных землекопов которые про трубы которые что одна что-то наливает 2 зачем-то что-то выливает к задачам перед к смене переходу к продуктивному образованию к попытке включения школы в некую или ребенка в некую реальную деятельность который лежит по умолчанию за пределами школы создание продуктов которые будут использоваться не только ребенком и учителем а другими ребенок его знания не могут быть продуктом деятельности образовательной деятельности отремонтированный кабинет созданные ребенком робот написанный научный доклад опубликованный где-то его ссылки на ребенка на труды ребенка которые получены результате образования могут быть продуктом поэтому задача наша главная какой-то современных учителей переход к продуктивному образованию и в этом контексте мы видим что меняется постановка задачи и мы всерьез начинаем рассматривать понятие компетенции только не надуманные и на и разные модели компетенции которые которым сегодня кишит интернет и масса диссертации написано те самые универсальные учебные действия или те самые настоящие мета компетенции или мы их называем просто компетенции их четыре группы первая группа это компетенция коллективного проектирования образа будущего или новой деятельности или нового объекта вместе с собой или говоря проще компетенции целеполагания вторая группа компетенции это возможность диагностики себя и достраивание функций для того чтобы иметь возможность вписаться в этот коллективно желаемый образ будущего третья группа компетенции это на компетенции соорганизации для того чтобы те функции которые спроектированы исполнить наилучшим образом то есть группа компетенции обретения могущества и четвертая Важнейшая группа компетенции – это рефлексивное оформление знаний. Когда деятельность останавливается, и в результате полноценной перспективной рефлексии формируются те самые знания и образовательные результаты. И в этом контексте мы говорим о переходе к рассмотрению других базовых процессов в школе от обучения или подготовки к процессу продуктивного образования, который вы видите справа, который основывается на полноценном целеполагании формулирования коллективно желаемого образа будущего, размещения себя в нем, совершения продуктивного действия на основе коллективной ситуации и последующей рефлексии. Обратите внимание, в таком развороте мы по-другому начинаем смотреть на понятие содержания образования. Это ни в коем случае не учебник, ни программы, ни ВОЗ, ни что. Это содержание той самой продуктивной деятельности, которая обеспечивает возможность достижения цели. Мы по-другому смотрим на результат образования. Это та самая картина мира, система ценностей, система средств мышления и деятельности, которая формируется у ученика и у учителя одновременно в результате вот такого образования. Второй важный процесс, который сегодня практически отсутствует в школе, это социотехника. Процесс, который позволяет формировать продуктивные сообщества, сообщества практик, сообщества по интересам, формировать те самые горизонтальные коммуникации, на основе которых и совершается настоящее образование. Мы сегодня говорим о том, пользуясь словами Александра Григорьевича Осмолову, что учитель это конструктор смысловых миров. И в этом контексте мы видим, что меняется позиция учителя с транслятора некой информации, с организатора обучения на конструирование образовательных ситуаций, которые являются сердцевиной персонального образовательного маршрута. Коллективно-индивидуальных образовательных маршрута или, как мы можем сказать, коллективно-индивидуальных образовательных путешествий. Мы говорим о смене парадигмы и перепозиционировании педагога, который сегодня, перед вами результат одной из процессий, которая проходила с нашим участием. Когда мы говорим о том, что современный педагог или педагог 2.0, 3.0, как хотите его можно называть, это педагог, который работает с нормой, а не просто воспроизводит ее. Это человек, который преодолевает ограничения и имеет собственную исследовательскую позицию, или, как мы говорим, имеет несущую деятельность. Педагог не может рассматривать работу с детьми, работу в классе, как основную деятельность, как бы это парадоксально ни звучало. У педагога должна быть собственная несущая деятельность, участие в исследованиях, участие в проектах, создание каких-то продуктов. И только по сопричастности передача своего опыта, своей рефлексии и втягивания в эту деятельность детей. И тогда по сопричастности развивается и он сам, и те ученики, которые ему доверены. Невозможно развивать личность, можно развивать деятельность, которая обеспечивает возможности развития личности. Вот это ключевой момент. Педагог на сегодня имеет очень сложную позицию, потому что, с одной стороны, он является носителем или осознателем научной картины мира, которая представлена различными предметами, различными научными школами. А с другой стороны, он на себе собирает деятельностную картину мира. И все это должен на основе этих двух плоскостей так обустроить образовательную деятельность ребенка, чтобы втащить ее в нее, чтобы обеспечить возможность получения продуктов и образовательных результатов и построить модель, построить и дать средства рефлексии, проблематизации и коммуникации. В этой ситуации, и вы видите на слайде сейчас результат, тоже одно из процессий, в данном случае в Татарстане, где Рустам Каримов как раз принимал участие, когда идет так называемое изменение системы разделения педагогического труда, когда позиции учителя трансформируются в веер позиций, которые описаны конкретными функциональными задачами. В ряде ситуаций можно даже не иметь названия той или иной позиции, важно иметь функцию. И одна из задач – это понимание, что в школе, как в современной корпорации, должны быть три ключевых блока процессов. Процессы операционной деятельности или ран, процессы проектных изменений или улучшений, change, и процессы проблематизации, постановки проблем и принципиально создания новых возможностей. И здесь и директор, и учитель, хороший учитель – это тот, который занимает позицию проблематизатора, который ищет проблемы для себя и для своих учеников. И в этом смысле мы видим, что на самом деле, чтобы такие трансформации происходили, чтобы продуктивное образование имело место быть, школа, образовательная деятельность должна быть обустроена тремя, три единства мест. Место, где с помощью учителя у детей формируется образовательный запрос, и где она, и по результатам этой деятельности осуществляется рефлексия. Место, где образовательный запрос ребенка оснащается необходимыми средствами мышления и деятельности. И место, где ребенок вместе с учителем и со своими товарищами, в том числе и с родителями, могут попробовать себя в действии. И вот здесь очень важно, что такое три единства мест невозможно обеспечить ни в одной, даже самой крутой школе. Поэтому речь идет о переходе к рассмотрению образовательных экосистем, которые видятся нам как совокупность акторов. Вы видите, внизу социокультурной среды, которые вместе проектируют коллективный образ будущего, определяют те смыслы и ценности, которые они хотят реализовать, проектируют деятельность и из этой рамки направляют свои ресурсы и свои возможности, обеспечивая ту самую образовательную среду, в которой и можно организовывать любую продуктивную деятельность и развиваться. Переходя к третьей части, как говорится, хорошо там, где нас нет, или не умничьей пальцем покажи, как в том анекдоте, мы попробуем рассмотреть, а как это практически сделать. И здесь я обращаюсь к словам Питера Друкера, который как раз говорит о том, что важно не повышать эффективность того, что делаем, а важно пересмотреть свою деятельность, иначе вы рискуете оказаться в замкнутом круге. И первое, что мы говорим, давайте введем простые правила. Простые в кавычках, потому что для учителя, для директора школы, которые находятся во власти стереотипов, эти правила являются, я бы сказал, почти смертоносными. Значит, правила простые. В цифре, в современном образовании нет регалий, нет мнимых ограничений, и вообще по-хорошему можно все, что в рамках Уголовного кодекса и вреда для здоровья. Наши уважаемые участники страцессии и программ, в которых нам посчастливилось встречаться, уже эту фразу хорошо выучили, что единственными рамками, которые ограничивающими, мы считаем, это как раз Уголовный кодекс и вред для здоровья. Все остальное можно. Нельзя простых вещей. Хороший учитель не может сказать, правильно или неправильно, потому что любая точка зрения – это повод для выхода в рефлексию. Второе правило, вторая группа правил, которая представлена сейчас словами замечательного Маршака, это прекратить давать ответы на незаданные вопросы. Дети приходят в школу для того, чтобы познавать мир. И в этот момент, особенно уже даже в начальной школе, учитель, не спрося, что интересует ребенка, тут же начинает ему рассказывать какие-то сведения из каких-то предметов. Вот это запрещенный прием. А в этом контексте я очень солидарен со словами Булата Акуджавы, который подразумевает, что учитель – это не распорядитель судеб, это не душеприказчик для ребенка. Это человек, который является конструктором смыслов, который является мотиватором, который является магистром неопределенности. Это его задача – ввести ребенка в мир сложности, неопределенности и многообразия. Поэтому, коллеги, наша задача – отбросить короны и встать на позицию равного незнания. Один из подходов, который вы можете использовать, это так называемая наша формула К4М2, которая говорит о том, что ключевыми инструментами успеха является активная коллаборация использования общепринятых, внешкольных, здесь я три раза подчеркну это слово, внешкольных методологий. Особенно это касается исследовательской, проектной деятельности, которая является базовыми для продуктивного образования. Это являются те кадры, учителя, директора школ, родители, у которых, еще раз повторюсь, есть собственная несущая деятельность, которые знают, зачем они пришли в школу на конкретный промежуток времени. Если раньше мы говорили, что я в школе 40 лет, то сегодня, и это вызывало восхищение, то сегодня совершенно нормальная реакция на такую фразу, о чем вы гордитесь? Если человек 40 лет в школе, это означает, что и у него нет своей несущей деятельности, у него нет конкретных периодов с разным целеполаганием, с разными задачами, с разными результатами продуктовыми за это время. Это означает, что что-то не так. Это означает, что человек нигде не может больше быть полезен. Потому что учитель, как никто другой, должен каждый день задавать себе главный вопрос. На какой период я в школе? Что за этот период я хочу сделать продуктивного? Что изменить? Что внести нового? Для себя, для своих учеников, причем в данном случае в самолете, сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Учитель должен в хорошем смысле слова думать прежде всего о себе. Что он должен? Как о своем развитии. Потому что только собственное развитие обеспечивает возможность развития ученика. и здесь мы как раз видим второй момент. Прекратить рассматривать технологии как некую мантру. Цифровая трансформация образования это не улучшение образования, это новое его понимание. Где главой всего стоит смысловой цифровой разрыв. Когда нет понимания, а зачем нам нужны технологии? Как мы меняем образовательную деятельность и подо что мы дальше должны использовать те или иные технологии, о которых сегодня будет масса мастер-классов. Поэтому мы с вами целимся вот туда смысловой разрыв. И в этом контексте я хочу проиллюстрировать пример, когда я говорил, что использование непедагогических технологий. Рассмотрим нашу любимую проектную деятельность. Масса методичек для педагогов написана, но это все не имеет никакого отношения к настоящим проектирования, к настоящим реализованию. реализации проектов. Дети, выходя из школы, не могут списаться даже в университетский цикл проектирования, потому что они в школе понимали, что, например, лего это, оказывается, робот, а робот это не лего, это совершенно другое. А оказывается, написание реферата это проект, и оказывается, такое оксюмором, как проект по предмету или исследовательский проект имеет место быть, а за пределами школы этого нет. Поэтому мы говорим о том, что берем настоящие международные методологии проектирования, проектного управления. Мы их можем как угодно комбинировать, в частности, перед вами на слайде этот пример, когда комбинируется водопадная модель PMBOK и гибкие модели разработки Agile, для того, чтобы детям было удобно и с одной стороны удобно участвовать в этих проектах, с другой стороны можно было планировать эти проекты. Посмотрите, перед вами пример адаптации известного ценности Agile, манифеста Agile на школьную реальность. Это один из тоже продуктов работы с процессией, когда конкретная школа для себя так перевела. И мне очень нравится этот подход, потому что он как раз олицетворяет те тезисы, которые изначально были озвучены. Важный момент, который к вопросу о том, как Виссарион Белинский произнес, что ученик никогда не произойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника. Не бойтесь соперничать с учениками, только не забудьте, у вас нет короны, вы на равных, у вас позиция равного незнания, а обеспечить это можно, как я уже говорил, только вхождением вместе с учениками в реальную деятельность, создание реальных продуктов. А не учебных симуляторов. Пример, пожалуйста, берем скрам, берем, его используем на уроках, посмотрите, традиционная модель, педагог выступает в роли владельца продукта, а еще лучше, когда он передает эту функцию ответственному ученику. Дальше дети, распределяясь на группы, и с принтами по одной-две недели прекрасно работают в рамках изучая нужный материал. Приведу вам пример. У меня младший ребенок в седьмом классе в этом году отказался ходить в школу. Что я там буду делать? На дворе ноябрь мы в конце ноября закончим курс алгебры седьмого класса с нормальным пониманием ребенка содержания этого предмета. Это я провожу просто конкретные примеры. В данном случае как раз учитель выступает постановщиком задачи, определяя не то как изучать предмет, а то что нужно сделать, как будут приниматься результаты. Обратите внимание, что такой подход является собой общественный договор между учителем, родителем и ребенком. Дальше дети берут эту постановку задачи, распределяются на задачи и спокойно решают сами, в каком духе это распределять. Если нужен учитель, то учитель приходит в группу по вызову учеников. И посмотрите, перед вами слайд с первыми результатами, когда мы начинали в 2016 году внедрение скрама в школы. Это не эду скрам, это полноценный скрам. Начинали с какого количества двоек, и когда дети взяли власть в свои руки, вот пример завершения и текущих возможностей использования этого продукта. Следующий важный момент это передача власти детям. Активный переход на использование пир-то-пир, когда дети сами лучшие взрослых могут обучать друг друга разным предметом. И здесь как раз примеры школы Щетинина и других лучшие тому подтверждения. Дети прекрасно справляются с обучением взрослых, коллеги. Перед вами наш опыт программ повышения квалификации для директоров и учителей по проектному управлению. Девятиклассники ведут эти программы. Прекрасный есть опыт, сейчас мы ведем программу с МГИМО по акценту на родителей, когда родители формируют свои образовательные продукты и переосмысливают свою позицию, потому что, к сожалению, в ряде ситуаций именно родители становятся блокиратором внедрения нормальных подходов в образовательную деятельность. Если мы посмотрим на реальную деятельность вне уроков, то мы говорим о том, что ученик это руководитель проектов, он выбирает тему, основывается на международных стандартах управления проектом, и тогда в результате проектов мы, к счастью, получаем настоящий продукт и образовательный результат. Вопрос, как оценивать, ни в коем случае не оценками, ни в коем случае не стандартным критериальным подходом. Перформативное оценивание, различные фестивали, конференции, но вне школы, внешние ситуации. Мы для этого придумали в свое время фестиваль проектов Космодис, который сегодня уже активно проводится в ряде регионов, в том числе создано более 600 проектов и так далее детских. Это другие подходы к образовательным форматам, и школьные стартапы, и клубы, и проекты и так далее. Это перевод на современные рамки педсоветов и родительских собраний и так далее. Это вовлечение, пример перед вами наш проект с институтом проблем передачи информации, когда учителя, физмат-профиля и старшеклассники вовлекаются в академическую среду Boeing, это университет Беркли, где на английском языке в профессиональной среде академической программируют и решают вычислительные задачи вместе с реальными академиками. Это создание в школе различных настоящих исследовательских проектов, которыми руководят дети, но вместе с известными учеными и взрослыми. Вот перед вами пример как раз стартапов, платформы интернет-вещей, биокомплекс на 200 квадратных метров с 5 возобновляемыми источниками энергии и так далее. Школьные спутники, где школы по России объединяются для того, чтобы иметь большую возможность анализа результатов. Пожалуйста, пример взаимодействия как раз школы и рядом стоящего предприятия, когда школа на своей базе разместила вышедшее из строя оборудование, отремонтировала и теперь принимает заказы на него к серийной и опытное производство электронных компонентов. В завершении хочу поделиться с вами тем, что обеспечит вам возможность и прочную опору. Рассказ «Ази Казимов профессия» подлежит обязательному прочтению. Очень рекомендую на канале «Культура» посмотреть фильм Александра Осмолова «Школа неопределенности». Книга Дэйва Берджеса «Обучение как приключение или «Учи как пират». Два замечательных фильма, один называемый «Общество мертвых поэтов» и «Эксперимент 2. Волна». И в заключение я хотел бы напомнить, что образование это всегда игра в долгую. какие бы показатели, какие бы пожелания и проекты не озвучивались, мы с вами работаем на горизонте минимум 15 лет. И это надо осознавать. Спасибо. Мы готовы делиться всем тем, что наработали, и тем, что умеем, а еще лучше получать от вас заказы, помогать вам в мотивационном анализе, в мотивационном конструировании и вместе делать новые практики. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы и для Татарстана очень много делаете и являетесь нашим партнером. Я хочу сказать, что у нас тоже хорошая новость, поскольку Федеральный институт развития образования РАНХИКС определил нас экспериментальной площадкой в проекте «Цифровая дидактика». И поэтому у нас очень много впереди дел и исследований, и, наверное, и встречи, и вопросов. И я очень надеюсь, что как партнер вы нам в этом деле тоже будете помогать. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо огромное всем сегодняшним спикерам в первой части нашего выступления. Но мы с вами сейчас переходим на небольшой перерыв. Я думаю, 8 минут нам будет достаточно переключиться на наши секции по мастер-классам. И еще раз напоминаю, в чате нашем на YouTube мы присылаем ссылочки для подключения, кто еще не определился по мастер-классам, и ссылочка для заполнения инсайта по обратной связи по сегодняшнему мероприятию. Мы благодарны всем вам, дорогие учителя, за сегодняшнюю включенность и надеемся, что продолжим с вами беседу уже на мастер-классах. Всем крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok